Всем привет! Вы на канале Мир за стеклом. И сегодня у нас в кадре снова малышня. Прошел ровно месяц с того момента, как малыши вылупились. И, к моему великому сожалению, среди них не оказалось ни одного сильвера. Ну, по крайней мере, мною пока что не были обнаружены. Из тех, кого я успела заметить, это темные и светлые стандарты и также один гипомеланик. Все остальные малыши пока что остались неопознанными. Как вы видите, один малыш и гипомеланик как раз таки наворачивает уже, наверное, стандартный сотый круг по крышке, по своим собратьям и по еде соответственно. Вот наш маленький бегунок. Сейчас мы до него дотронулись, и испугали немножко. В целом, я думаю, что это не так-то уж и страшно. В кадре, на самом деле, не очень заметна его масть. Ну, сейчас он скорее похож на светленького стандарта, что, в принципе, правдой не является. Малыши на данном этапе у нас очень скромные. То есть вы видите, что только двое из шести покинули свои ракушки и отправились изучать окружающую среду. Все остальные пока что прикидываются дохлыми. Но не огорчайтесь, правда, в этом ноль. Все из них активные, хорошие. Если их сейчас оставить на полчаса в покое и уйти куда-нибудь по своим делам, мы не обнаружим на крышке ни одного малыша. Ну, вот, гиппомеланик показывает себя во всей красе. Весьма активный ребятенок. И, может быть, у меня сейчас получится его взять на руки, дабы показать его чуть-чуть поближе. Если это мелкое чудо, все-таки захочет залезть на один из пальцев. Брать в руки я его, наверное, не рискну. Слишком великий шанс повредить и так нежный прирост. В принципе, пути для отступления я ему отрезала. И спустя несколько минут, я надеюсь, он таки заберется на один из пальцев. Тогда я смогу вам показать его чуть-чуть поближе. Кстати, пока малышня сидит на кабачках, их перемещать крайне легко. Поскольку они перемещаются вместе с кабачком соответственно. Когда малышня начинает уже бегать по крышке, это становится проблемой. Поэтому вот этого активненького надо срочно возвращать либо на кабачок, либо в террариум. Иначе это может закончиться бедой. Как видите, малыш не хочет лезть ни на один из пальцев пока что. Он и следует. Кое-как дотрагивается. А тем временем у нас появился еще один красавец. Это у нас светленький стандартик. Будем надеяться, конечно, что со временем он наберет еще немножечко цвета. Но если честно, я на это не особо рассчитываю. Светлые стандарты тоже весьма красивые. Ну вот. Меня сдали нервы. Малыш меня разнул. И я решила оставить его в покое. Ну, не знаю. Давайте я хотя бы покажу вам ножки этой малышни всей. Давайте возьмем вот этого. Вот. Сейчас камера попробует поймать фокус. Если у нас это, конечно, получится. Ну, не очень она хочет ловить фокус. Но в целом цвет уже виден. Это у нас светленький стандартик. Вот он. Начинает немножечко. Темное пятно в кадре, которое вы видите. Это его голова. Далее смотрим вот эту прелесть. Вот на этого малыша я даю... Возлагаю большие надежды. Он... Ну, пока что у меня не удалось его увидеть полностью. Поэтому я надеюсь, что... Возможно, это будет сильвер. То есть, либо это какой-то альбинос, я не знаю, перевертыш. Либо же это у нас будет светлый сильвер. Ну, опять же, я не видела его ползающим. Не могу сказать. Дальше. Вот такой вот ребятенок. Это у нас гипомеланик. Ножка у него, конечно, светлая. Но проглядывается темная полоса по шее и темные рожки. Поэтому вот как-то так. Вот. Гипомеланик и стандарт. Хотя нет, ребятки. Вы знаете, я ошиблась. У нас беглец. Это стандартик. Да. Как-то... Свет упал неправильно. И мне показалось, что это гипо. А ничего подобного. Сейчас рядышком я четко вижу, что это у нас стандарт. Ну и сейчас по-быстренькому покажу последнего ребятенка, который, кстати, ай-яй-яй, пытался вылазить. Вот такой вот ребятенок. Ну, блин, камера никак не хочет ловить фокус. Извиняюсь, конечно, за это. Ну, тут уже ничего не поделать. Ребятенок у нас вот тоже, походу, стандартик. Вот таким вот образом возлагаем надежды всего лишь на одного улита. И дай бог, что это будет действительно сильвер. Ну, в целом, если вас заинтересовали эти малыши, все они имеют ген сильвер, поскольку это кладка от сильверов. Немного неудачная кладка, конечно, но все-таки. Если у кого-то возникнет желание забрать малыша, пишите свои комментарии. Всем стараюсь отвечать. Обсудим этот вопрос. Если вы находитесь в Украине, то по весне я смогу вам легко отправить любого малыша. Если же вы находитесь в Киеве, то, в принципе, малыша можно забрать уже сейчас. Думаю, ни для кого не секрет, что у улиток нет такого понятия, как ребенок. Вылупляясь из яйца, это уже сразу полноценная улитка. За единственным нюансом, что она очень маленькая. В принципе, уход за ними такой же, как и за обычными взрослыми улитками. Ну, правда, немножко все-таки надо смотреть за литражом. На этом будем уже наше видео заканчивать, пока все наши беглецы не разбежались в разные стороны. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!